Всем привет, друзья! Это новый вложик, и как вы знаете, я люблю вот эту фирму. Знаете, что это за фирма? Эта фирма называется Gymshark. Я заказал, наверное, недельку назад крутую безрукавную худи от Gymshark, и она сегодня должна прийти, и вы увидите. Я думаю, она очень круто будет на мне сидеть. Давайте начнем вложик. Приятного просмотра! Погнали! Очень часто люди спрашивают, настоящие ли шмотки Gymshark я покупаю, и вообще, где я их приобретаю. Это настоящие шмотки, ребят. Они настоящие, чисто Gymshark, а не какая-то подделка. Значит, покупаю ее не на официальном сайте, но я покупаю на ebay. На ebay обычно немножко подешевле, там идут долларов на 10, наверное. Сегодня посмотрим, что это за шмотка. Я надеюсь, она круто на мне будет сидеть, и выглядит будет классно. Знаете, сколько летом воды нужно пить? Вот напишите прямо сейчас в комментариях. На самом деле, зависит от веса. Например, где-то на вес 75-80 кг вам нужно выпивать до 5. До 5 литров воды, особенно, если вы тренируетесь. Друзья, это, оказывается, не Gymshark пришел, а штука, которой я очень-очень давно мечтал. Помните, я ходил на обследование, где меня поставили на весы, там исследовали, сколько у меня жира, мышц, там, костей и так далее. Вот, я давно с этого момента мечтал заказать себе такие весы, и они сейчас пришли. Сейчас, знаете, такой тренд пошел за здоровьем своим следить, и многие люди ходят, там, к врачам, сдают дорогие какие-то анализы, там, взвешивание жира, сколько у них. Вот, а зачем ходить к врачу, если я вот считаю, да, можно купить весы, там, за 2000 рублей, и каждый день, вот, хоть взвешивайся. Эти весы называются MGB Body Scale. Для них есть приложение также в телефоне, оно называется AI Fit. Весы включают в себя много анализируемых параметров, и они также очень легкие, и их можно взять куда угодно, закинуть в портфель и пойти. Весы показывают ваш вес, мышцы, сколько мышц у вас, сколько жидкости в теле, сколько костной массы, возраст тела и так далее. Огромная куча, 14 параметров, которые она анализирует. Очень крутая, полезная, а самая важная, недорогая штука, поэтому, если хотите приобрести, то оставлю ссылочку в описании. Друзья, и в конце этого видео я еще приготовлю офигенный завтрак отофоне. Вы видели его видео, где девушка там прикольная, такая красивая, готовила завтрак, там, овсянка, ягоды были, еще что-то. Я по этому рецепту также приготовлю и заценю, и тогда вы сможете тоже приготовить и заценить. Ну что, погнали на море, на улице просто жарича бешеная, 30 градусов, сегодня, наверное, самый жаркий, жаркий. Я жаркий день за всю историю лета. Дошел до остановки, весь спотел, как скотина просто. Друзья, помните, я проводил розыгрыш в инстаграме? Давайте сегодня тоже проведем. Вам нужно подписаться на мой инстаграм, Арчо Морис, потом отправить в личные сообщения хэштег «Я в теме». И из этих «Я в теме» я выберу завтра трех человек и пропиариваю себя в сториз. Идет? Погнали! Ну что, ребят, приехали мы на море, сейчас с пацанами зарубим челлендж, короче. Помните вот этот челлендж, когда все стоят в круг, и один отжимается, другие стоят в планке? Вот такой челлендж сделаем и посмотрим, кто выиграет. Давайте, короче, сделаем так, что можно только на двух руках. На одной, там нельзя. И жопу вверх, ребят, поднимай. Ты жопу поднял, проиграл. В смысле? Я и не особо-то не... Данек поднял жопу, проиграл. Нет, я не проиграл. Жопу нельзя прям поднимать, я сказал. Ну что, сейчас занырнем, а то что-то жарковато становится, потрогаем водичку. Короче, челлендж, кто быстрее упадет, бежа в воду, бигя, забегая, короче, в воду, тот и лох. Давайте я сбоку встану. Раз, два, три. Я зато первый! Никто, короче, не упал, все красавчики. Пацаны, сейчас я проплыву подаду, по крайней мере, постараюсь. Хорошо лизать в джакузи, подумал я себе, и поэтому я лизу в джакузи. Ребят, короче, сейчас втроем сделаем зарубу в горизонте, кто дольше продержится под водой. Ну, точнее, не под водой, но в воде горизонт, короче, вы видели в прошлой серии. Раз, два, три. Плечи забываются, ребята, это упражнение жопа. Я плечи так накачаю, если каждый день буду делать. У меня все, я упал. Упал? Да. На нем падай. Кто упал? Еее! Я выиграл. Жестное, короче, забиваются битки очень сильно, да, и плечи. Вот это все забивает. Я выиграл! Ребят, короче, сейчас зарубу проведем, кто дальше проплывет под водой. Я думаю, я выиграю. Давайте втроем. Раз, два, три. Были пацаны. Где эти чувства? Да вот там где-то. Это старое? Па... Вот он. Ахахахаха, лох. Ха-ха-ха. Бегал, он так долго плыл, я в шоке. Антонио выиграл, короче. Я думал, я вас уже сделал. Я тоже думал, что я всех сделал. Я же не вижу, кто бы он уже, типа, не брал, так, кто бы он. Итак, друзья, вот я и дома. Давайте приступим к готовке. Сегодня мы будем делать завтрак по тому сценарию, который делали на канале Афоня Ти Ви. Делала прекрасная девушка, делала довольно-таки вкусно, Афоне понравилось. Давайте попробуем то же самое сделать. Значит так, ребят, для этого продукта нам понадобится черешня, черника, вишня, банан и также овсянка и кокосовое молоко. Черешня и вишня нам нужна для того, чтобы сверху вот посыпать ими, чтобы гораздо вкуснее было и красивее, да? Но в видео Афоне они делали немножко по-другому. Они вроде брали малину и голубику и сверху посыпали. Но я взял черешню и вишню, потому что я их больше люблю. Ну что же, давайте приступим к готовке. Взяли вот такую вот тару. Теперь мы накидаем туда на глаз овсянки. Сказали, нужно все делать на глаз. Только овсянки накидаем. Потом берем чернику. Черники у нас вот столько примерно. Кидаем сюда чернички. Потом берем, закидываем банан. Они советовали карликовые бананы, но я взял обычный банан, потому что карликовых у нас нет. Потом мы берем кокосовое молоко. Кстати, смотрите, как оно выглядит. Оно выглядит не как обычное молоко, а оно с такими, как сказать, ну такие катышки какие-то там. Кокосовое молоко нужно для вкуса, но можно также обычное молоко взять. Наливаем на глаз, наверное, можно вот столько накидать, я думаю, да? Немножко побольше даже. И все, чтобы это разбавить, нам нужно взять немножко воды. Доливаем водички, чтобы лучше это все размешивалось потом вот этим блендером. И все, давайте мешать. Ну вот и все, друзья, взбили мы это все дело. Теперь выливаем в тарелку. Ох, как много-то получилось, ребят. Реально много получилось. Теперь мы берем вот вишню и черешню и положим сверху просто, накидаем. Ну я не знаю, можно, да, вот так. Оп, оп. Да, блин, она тонет все равно. Мне кажется, я слишком много добавил воды и молока. Ну ладно, все равно. Сейчас попробуем, что у нас получилось. Я думаю, будет вкусно. Ну что, давайте пробовать. Для начала я хочу сказать, что дает это блюдо. Это блюдо насыщено витаминами. Тут очень много витамин всяких разных. И также довольно-таки много углеводов. Поэтому вполне подходит как завтрак. Дает энергию отлично на весь день. Поэтому если понравится, то я буду готовить каждый день такую штуку. Скажу честно, не хватает сахара. Сюда, мне кажется, надо было накидать сахар еще. Вкус дают только ягоды. Штука, в принципе, съедобная. Я не скажу, что это прям вау, как вкусно. Но есть можно. Ну что, друзья, могу определенно сказать, что у такого завтрака могут появиться свои любители. Но без сахара лично для меня не особо вкусно. То есть ягоды, сверху, которые я положил, они как бы делают вкус. Весь вкус делают ягоды, которые лежат сверху. Но сама вот эта консистенция того, что мы делали, она без сахара невкусная. Если вы любите кушать еду без сахара, то вам определенно понравится. А для меня нужно немножко ложить сахара, и тогда будет идеально. А так хочу сказать огромное спасибо за то, что вы посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok